всех приветствую на канале компьютерная академия в сегодняшнем видео у нас большая работа восстановление правильной работы данного ноутбука фирме dell фирма хорошая интересная правильно громоздила из-под мышки конечно здоровый такой старенький вы знаете довольно таки быстренько работает если смотрите на цвет на цвет по данному экрану чувствуется что хозяева также относились к этому ноутбуку и так что было мне попросили сказали вот вот есть ноутбук посмотрите что-то там с ним как он работает вообще техобслуживание ну мы как всегда по своей наивности туда с цикле ном флешечка и так далее буквально я поставил сюда флешку то есть перенес сюда цикле на без подключения к интернету к сети и так далее вот я тут же обнаружил на флешке посторонний файл чувством фолум . xe такого файла не бывает сразу меня подозрения вирусы немножко просмотрев что же содержится на данном аппарате на данном ноутбуке мы обнаружили тут кучу вирусов не только вирусов но и вирутов это зловреды которые производят дополнительно то есть производители вирусов и так далее было заражено пострадали от этого ноутбука две флешки полностью надо было форматировать и два компьютера заражение было и так далее тому подобное попытка поставить сюда какой-либо антивирус не производили не ни к чему выходи вылетала такая табличка с умным объяснением что какой-то там процесс и так далее а это свидетельствует именно про воздействие вирутов а не вирусов вирус это все игрушечки и сегодняшней программе я попытаюсь именно хорошо хоть тут семерочка стоит меньше будет так сказать нюансов по вхождению в защитный режим и так далее и давайте мы в сегодняшнем видео вместе с вами попробуем избавиться от вирусов поставить сюда антивирус и я вместе с вами пройду этот героический путь восстановление работы ноутбука зараженного зараженного многочисленными вирусами и так поехали это канала компьютерная академия итак давайте подготовим нашу флешку под решение задачи вывести вывести отсюда всяких из этого ноутбука здоровенного всех зловредов перекидываем на флешку антивирус свежий cure it по-любому по-любому тогда заменить все шумантек and point protection ставим антивирус по-любому это уже в конце так сказать наша работа для окончательной окончательного выведения всех зловредов и так далее семантик довольно таки хорошая хороший антивирус с фаерволом довольно таки неплохо работает на наших домашних системах и последний кируид у кого кируид немножко старенький и он ругается не хочет запускаться измените дату на своем компьютере немножко по позже вот на пару неделек на месяц например на 2 и глядишь он у вас запустится хороший правильный лайфхак так шумантек есть это у нас тоже есть ну в самом компьютере циклинер стоит значит сюда мы ничего не будем ставить флешка чистая пустая систем фолумы информая информация стоит так без всяких экзешных вариантов все здесь хорошо флешка чистенькая идем далее наша задача запустить данный аппарат в защитном режиме кто не знает семерочка у нас запускается в большинстве случаев при запуске часто нажимаем кнопку f8 давайте попробуем все это дело вам показать итак поехали итак извиняюсь конечно что снимаю с камеры всех приветствую здесь у нас разъем и земля есть но он не хочет работать ибо старенький аппарат хотя фирма hewlett-packard что дел вот как то так и мы продолжаем давайте нажимаем клавишки power и соответственно тут же начинаем f5 f6 и 7 и 8 начинаем часто нажимать клавишу f8 да и вот мы как раз попадаем в защитный режим нашего компьютера устранение палаток не надо нам надо перейти в защитный безопасный режим нажимаем enter и соответственно аппарат начинает грузиться может грузиться гораздо больше чем в оригинальном варианте запуске запуска системы потихонечку запускаемся но этот аппарат более-менее нормально я так его на него смотрел вот в принципе как бы ничего аппаратик старенький но более-менее более-менее ребятки вот наша семерка запускается в защитном или защищенном в ингридах режиме или безопасном режиме в этом режиме у нас не работает не сеть не различные сетевые так сказать приложения и так далее и тому подобное вот и мы запускаемся в самом обкоцанном варианте есть такое есть запускается справочная служба мы ее выключаем установка программного обеспечения драйвера устройства но это понятно это мышка все больше у нас ничего не запускается следующее мы должны вставить нашу флешку и далее проводить чистку компьютера и так дальше продолжим нашу работу вот мы запустили проводник проводник и запускаем самую свежую версию кюре это доктор выбор правильная хорошая лечащая утилита извиняюсь увы не работает эй джиме ай выход на данном аппарате и никуда не денешься запустить до запускаем куда же мы денемся давайте быстренько уберем все это дело кюреет немножко долго загружается все зависит от мощности вашего аппарата вот потихонечку базы у него разворачиваются мы вот видим мышка наша бегает не спешите не спешите извиняюсь еще раз так галочку ставим галочку ставим и продолжаем продолжаем пускает пускает здесь не надо сразу запускать проверку надо выбрать объекты выбираем все объекты системные каталоги документы и так далее и тому подобное выбора выбираем что нам надо диск c ребятки диск d по любому и диск же это тоже так дисковод не надо и флешку не надо ну и запускаем и запускаем и так поехали да этот процесс может быть довольно таки долгим по любому ребятки но надо дождаться вытерпеть и дождаться окончания проверки данного аппарата ваша кюреиты тут уже наделали своих делов на флешку кидается экзешные файлы соответственно идет заражение других компьютеров флешки у нас зараженные становятся и так далее этот компьютер уже успел повредить два компьютера и две флешки о чем вас и поздравляю и так запущена проверка всех исполняемых файлов вот поехали да 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 трояны 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 и трояны двм к двм к 32 x и вот уже и поехала наша контора работать вот буквально буквально только что мы запустили трояны да и вот она у нас далеко закапывается смотрите users единичка апдата роуминг microsoft и так далее и тому подобное так что скажу следующее не спешить что-то там делать поставили на проверку и пусть молотит все свои директории молотит все свои диски и так далее без этого никаких действий нам предпринимать нельзя скажу следующее некоторые говорят а зачем запускать защищенном режиме там или в безопасном режиме не надо нам этого дела скажу следующее надо ребятки если мы будем запускать просто из под винды вот эту вот проверку соответственно да она найдет пару вирус очков но не найдет тело той программы которая делает вот эти вот вируса это веру ты называется так что систему она не найдет в то время когда мы запускаем нашу систему windows семерочка тут стоит это хорошо мы ее запускаем в защищенном режиме или как я люблю горит защищенный режим или в безопасном режиме то здесь у нас многие службы не работает сетевые не работают и так далее и тому подобное и вот в этом обход ценного варианте мы не даем волю самому вируту и всех ее так сказать вот этих вот вирусят и программа доктор вебер кюрид спокойненько методично находит вот эти вот вируса они понятны вот эти вот вируса и будет потихонечку выливать так что давайте мы потихонечку оставим этот компьютер в спокойствии и дождемся окончания поиска ну то есть окончание лечения данного компьютера диск c диск d все диски поставлены на проверку и так пока что мы прерываемся ждем то есть работаем обращаю ваше внимание буквально давечем опустили проверку но мы уже видим в программ файлос есть специальная мощная программа называется контент протектор ребята а это уже как раз троян 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 system 32 тоже контент контент протектор понимаешь ли в драйверы уже залезли хвосты уже у нас по порту вот смотрите хвост уже попортили прекраснейшее понимание прекраснейшее понимание чистоты системы windows так что наш канал сегодня борется вот именно вот с этой бякой а вот эти вот бяки производят определенные программы под названием верут и верут верут производят вирусы и вот она закапывается очень далеко под благозвучными названиями контент протектор и так далее так что продолжаем хвост и смотрите попорчены все прекрасно все прекрасно очень интересные названия такие доверчивые так что продолжаем наш поиск и так мы закончили нашу проверку прошло достаточное большое время для того чтобы все диски проверить и вы наблюдаете у нас куча троянов куча троянов различные файлы дл лавский экзешные файлы и скажу следующее очень интеллигентные названия checkers push control с этап контроллер . xe прекраснейшие названия систем фолами информацион сумманты и кондпойнт да это обязательно конечно же что думаете спай xe контроллер и так далее находится в различных папках большинство диск c у нас конечно здесь подработанный так что вот как то так следующее после этих телодвижений лечить мы не будем это дело лечить не будем все помечаем как удалить удалить переместить нам не надо вот этого дела все вот этого дела помечаем чтобы убрать нам это или в принципе знаете чего можно вот все галочки поставить так 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 все тег 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 удалить но или ручками где-то так а у нас 20 чем-то штук попробуем все это дело грохнуть позволяем программе все это дело по удалять по исправлять набирайте всегда терпение потому что проверка идет долго проверялись все папки все файлы и так далее понеслась понеслась работа над этим вопросом придется подождать ребятки принципе нет часа но быстренько жиг-жиг-жиг будет в принципе готова после этого после этого когда мы именно в защищенном режиме проверили наш компьютер выявили все наши трояна угрозы модифицированный файл хост и так далее все мы это дело удаляем не пытайтесь что-то вы вылечить что-то сделать это будет бесполезно бесполезно есть какая-то программа у вас ваша прикладная работать нормально не будет по удаляйте ее и заново заинсталируйте это не проблема не делайте вашу систему хромой а это будет так сказать самый паршивый вариант не думайте что вот например какой-то там зараженный файл после этого будет после лечения будет прекрасно так сказать все работать увы он нормально работать не будет по нашим наблюдениям очень часто очень сильно например зараженный компьютер после лечения кюре и там это вот лечащий утилита доктора выбора доктора выбора слабенько начинал работать хромая система становилась и нестабильная работающая так что вот дожидаемся удаление перемещения так сказать файлов и так далее нажавши кнопку зни шкодите или уничтожить так сказать удалить так что дожидаемся уже 13 с каждым файлом здесь ведется своя работа 29 была найдена скажу следующий в первый раз когда мы видели у нас тоже была кучечка так сказать я вам показывал после этого у нас аккумулятор на данном аппарате сил компьютер выключился и пришлось подключать блок питания подключать дополнительно и заново начинает так что вот этим 29 троя нам надо еще прибавить тоже штук 10 или 15 так что такое дело в этом процессе при этом процессе никогда спешить не надо пусть лучше все провериться мы сидим уже здесь не первый час дожидаемся окончания работы так сказать правильного правильной программы программы лечащие утилиты dr web curate 19 из 29 так сказать принято мощное решение как вы видите садится в разные юзерс программ файл в индии висит программ файл тоже под таким шикарными названиями контент протекшен ну кто ж туда полезет ну так красиво все названо роуминг например апдата и так далее мало кто туда лазит вот и так далее систем фолум информационный все это как раз вот этот вот файлец сестра фолум информацион эксешный он садится на нашу флешку и при первом включении тоже вот этот файл у нас садился это троян кликер 2 как раз плодит все это дело у нас и флешка проверялась и диск д проверялся ну там ведь и файлов мало но слава богу так что все на все диски проверялись 25 из 29 с каждым файлом проводится работа дожидаемся ребятки обязательно дожидаемся окончания работы не спешим не спешим позже мы еще раз будем проверяться но уже другим антивирусами уже под системой сейчас мы работаем в защитном режиме ну давай двадцать девять двадцать семь было обнаружено 28 и настает нам счастье 29 и еще раз почему именно из защищенного режима потому что в этом режиме мы можем вычислить все и вирусы и веру ты тоже веру ты это программы которые именно делают вот эти вот вирусы так что такое дело все я вас поздравляю мы выходим из программы кюрит да надо будет перед ну в принципе так перегрузить компьютер требует сейчас мы посмотрим да у нас смотрите тек 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 что у нас наш диск да здесь как раз наша наша флешка заразилась заразилась вот в начале заразился заразился инсталляция антивируса и только остался вот файл правильный еще более-менее этого нашего кюрита вот этот фалец у нас остался так что позволяем системе перезагрузиться перезагружаемся по любому ребятки никаких спусков не даем потому что потому что во время перезагрузки у нас происходит удаление удаление перезагрузка удаление наших вирусов из уже карантина я еще раз извиняюсь сегодня у нас так сказать нету здесь правильной трансляции потому что защитном режиме привет вы меня видите да экранчик тут мощные защитном режиме у нас нет а вот успеем да еще раз заходим в безопасный режим соглашаемся не спешим загружаться загружать свою винду еще раз проверим все что у нас там есть как с флешкой и общее состояние так сказать и так далее ход защитный режим это по клавиши f8 вот клавиши у нас и футин есть тут при запуске мы ее нажимаем вот мы опять заходим защитный режим 7 винде это гораздо проще гораздо лучше так смотрим не не появилась ли на нашем на нашей флешке лишних файлов нет не появилась в принципе все заргут все заргут ну что ж давайте теперь будем перегружаться потихонечку в нормальный режим наши винды вынимаем флешку вынимаю флешку на нее еще раз мы сейчас закатываем антивирус уже официально который будет работать вот и после перезагрузки я уже зайду уже в нормальный режим и мы будем ставить новый правильный антивирус и еще раз проголим систему на вирусы продолжаю нашу работу по восстановлению шикарного хюлит паккарда громоздила из подмышки так он и называется так завершаем работу и так мы сейчас сделали следующее на флешку записали наши файлы все манты какой протекшен и и цикле мир все нормально все нормально флешка чистенькая ничего там такого у нас лишнего нет итак после того как мы сбросили на диск д нашу инсталляцию давайте мы запустим процесс инсталляции хорошего правильная антивируса здесь у нас две программки есть 32 и 64 бита в данном случае у нас 64 давайте посмотрим как все это дело будет извиняюсь конечно опять таки за вариант подачи изображения ну слишком старый хюлит паккарт слишком старый чтобы подавать нормально phdmi или hdmi более-менее как то вот мы пытаемся все это вам показать но более-менее есть продолжаем нашу инсталляцию смотрите здесь все хорошо все прекрасно вопросов умных не задает когда здесь были у нас вирут и вируса программа ругалась на то что какие-то там процессы и нужны не хватает этих процессов и так далее так хочу да в принципе пусть будет и устанавливаем здесь у нас все идет в правильном русле и еще раз говорю без антивируса ребятки никогда не держите свою машину здесь антивируса как такового не было цикле на ли всякие были обновления там торрент и это мы всегда умеем до звуки там сети и так далее это пожалуйста самого главного здесь не было и мы стали счастливыми обладателями мощный мощного набора грубо говоря всяких вирусов вирутов и вирусов то же самое порядка 50 у нас было human take and point protection интересный вирус который не требует различных так сказать кодов и так далее довольно-таки интересное решение это у нас для определенных пользователей программулька вот здесь очень хороший firewall отслеживает даже файлы которые еще только лишь свалились где-то в кэш вашего браузера там они уже проверяются и лечатся я расскажу уже не первый месяц не первый год сижу на семян теки и в принципе очень порядком очень мне нравится именно в стиле своей работы система очень сильно не нагружает и работает так вот довольно-таки приятненько так что пользуемся обязательно пользуемся human take and point protection запуск службы все остальное есть и так далее его в принципе даже и настраивать не надо он по умолчанию имеет правильные хорошие настройки у меня никаких проблем принципе даже и не было очень часто например сидишь где-то в браузере и тут же сваливается очень интересный файл даже уже знакомый по названию видимо по сети ходят провайдера вот в кэше в кэше уже обнаруживается другие антивирусы в кэш не просматривают этот антивирус довольно таки хорошо и удобно смотрит за этим делом включить защитник windows то пока что не надо спасибо ну машинка тут не очень сильно потихонечку ждем ничего страшного набираемся всегда терпения ребятки если мы при установке начнем спешить при вылавливании вирусов начнем спешить а подумай потом позже прогоним ваш компьютер на вирусы нет такого не надо вот мы например сидели около двух часов где-то я вот этой фигней занимался пока не проверил все диски не выловил всю бяку после этого перезагрузку сделал после этого проверил как у нас флешка чтобы на флешку ничего не прискакивала вот из защищенного режима слава богу на все нормально и также при инсталляции антивируса никогда спешить не надо он должен качественно сесть на машину настроить все свои службы бренбауры и так далее после перезагрузки системы мы включим наш семантика будет протекшн и продолжим повторную проверку уже с помощью вот этого мощного антивируса проверку нашей системы так что дожидаемся сегодняшнее видео как вы знаете мы вот производим восстановление системы на старом старом аппарате фирмы hewlett-packard этот аппарат называется g71-333 н.р. вот 16 на 9 у него 17 дюймов 17,3 дюймов мониторчик наблюдается готова готова нажимаем и так далее и на всякий пожарный давайте мы еще заинсталируем ccleaner программулька которая который я очень часто например на работе применяю для того на работе у нас старыми своей применял для того чтобы элементарно взбодрить системку найти лишнее и так далее вот давайте ccleaner мы устанавливаем детальки нам не нужны run 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 нажимаем и сейчас увидим что у нас есть обязательно проверяйте ну давай запускайся а понятно отдыхающая такая системка а есть бывает на английском бывает на русском и так далее обязательно надо зайти стартап то есть автозагрузки и посмотреть что у нас там лишнее ccleaner может быть roaming торрент ну торрентов у них нету в принципе закрываем он тоже выключены да в принципе здесь все выключено кроме цик линии в принципе торрента закроем его диссы был называем него только оставляем ccleaner проверки ну проверки принципе элементарно тут делают давайте вот быструю проверку проверяет машинку я уже принципе проверял но все-таки кое-что там бывает так напомнить позже подождите наш антивирус просит перезагрузку но мы еще цикле рам тут проходимся немножечко обнаружила кое-что лишнего этот быстрая проверка называется хотя можно задеть кастом клин и там более понятно так после этого все мы уже свой антивирус поставили мы должны перезагрузиться по-любому так что перегружаемся сейчас у нас изображение отвалится после перезагрузки мы вернемся к нашему видеоролику итак после перезагрузки мы сейчас должны зайти в нашу систему сейчас происходит у нас до инсталляция нашего антивируса применяется семерочка старенькая семерочка но более-менее пыхтящие слава тебе господи пыхтящие как ни странно довольно таки неплохо по всем параметрам она еще шушит вспоминаем молодость еще раз говорю изображение у нас немножко интересно смещенная ну вот как-то так такое изображение у нас выдает наша мощная система windows 7 hewlett-packard старенький немножко аппарат так c-клинер у нас имеется хорошо ищет связь но мы ему связи не дадим сейчас мы посмотрим здесь не видно давайте тогда посмотрим нашу программку найдем все программы семан тековскую нашу программку вынесем ее или в принципе даже не будем выносить а мы ее оставим в покое чтобы ее никто не грохнул потому что будут заниматься этим товарищем молодежь и так далее так ну устарели это понятно это понятно сейчас мы попробуем принципе просто просканировать быстренько просканируем никаких настроек тут не надо слава тебе господи так обнаружил что на компьютере не установлено описание вирусов окей понятно так что мы сейчас подкручиваем вай фай и повторно запустим уже обновление программой и повторно появимся на нашем экране секундочку итак мы подключились к интернету и вот выведено одно предупреждение что описание защиты от вирусов программных шпионов устарели исправить нажимаем и программка так запрашивает обновление окей а понятно здесь уже у нас идет здесь у нас идет уже обновление уже один процесс идет мы просто все это дело под закрываем и ждем программка после перезагрузки запросила обновление мы подключились к интернету и в данный момент идет закачка больших баз антивирусных так что ждем опять-таки ребятки не спешим все проблемы не обнаружено вы смотрите все у нас хорошо можно отдельно например самому обновляться life update ну понятно она еще раз будет здесь в принципе можно зайти по параметрам посмотреть но запустить активное сканирование и так далее это у нас можно например вот отсюда из меню зайти машинка немножко сейчас подтормаживает потому что у нее там идет обновление и так далее и тому подобное бывает не не спешить сканирование здесь у нас есть активное сканирование простое и самое полное давайте запустим активное сканирование небольшое буквально пару минут именно основных процессов мы запустили медленно немножко работает ничего потому что сейчас идет предустановка обработка проверка и так далее вот смотрите выполняется активное сканирование ждем никуда не спешим потому что после лечения в защитном режиме обязательно надо уже пройтись потом позже на самом антивирусе провериться обязательно и вот смотрите завершено пишет завершено значит у нас никаких проблем нету это конечно хорошо но мы после этого запускаем полное сканирование полное сканирование немножко будет побольше идти но зато мы уже будем точно знать что мы не пропустили какой-либо вирус или какой-то слишком новый вирус и так далее так что вот это вот у нас полная сканирование запущено вот смотрите выполняется полное сканирование у нас появляется немножко медленно над и начал рад начал работать машинка ничего страшного вот она запускается и здесь есть ли что будет появляться у нас так ну домашний сезис мне не надо показывать потому что я отключу здесь у нас будут появляться угрозы если они будут обнаружены после этого мы будем принимать решение именно по ним так что машинку оставляем опять-таки в небольшом ожидании пусть она проверяется а мы отдохнем а вот обратите внимание мы как раз часы клинером проходим чистим региа реестр и вот смотрите роуминг вот как раз ошибки находят это остатки действий наших вирусов контент протекция протектор вот они смотрите из регистром и все это дело удаляем вот обращение обращение например x этап xe это вирусы были и так далее следы остаются у нас в реестре хотите вы этого или не хотите так что мы это все дело фиксим не сохраняем все полностью фиксим все это дело убрали хорошо кастом клин мы уже прошли и регистр давайте еще раз регистр можно проверить еще разочек да может где-то что-то там всплывет в реестре остается остается записи вот именно обращение к различные бяки но здесь у чистенько после этого у нас все чисто все хорошо прекрасно в этот же момент мы производим сканирование уже полное сканирование нашего компьютера медленно работает никуда не денешься ждем и так после перезагрузки мы смотрим зашли в диспетчер задачи посмотреть что же у нас где что подгружает в принципе все нормально без действия системы 98 процентов то есть никаких процессов после лечения мы не наблюдаем google апдейт там ждет и так далее но учитывая то что у этих потребителей интернета нету что все свой хост и тут находятся на нулях и мы видим что у нас чистенько все хорошо не работает какой-либо файлец по распространению всякой бяки и так далее вот в принципе здесь все нормально приложение чистенько ничего лишнего нет вот как-то так еще раз проверяем что у нас по нашему семантик and and point protection наш антивирус мы его поставили теперь он уже работает немножко чувствуется подгрузка системы но принципе все нормально проблем не обнаружено life update соответственно мы сюда нажимаем он у нас может вручную обновляться там ничего не надо делать просто нажать life update и все у нас пошло можно сканировать поиграться и так далее сейчас у нас все в принципе нормально тут проблем вот как вы видите здесь состояние проблем не обнаружены хорошо прекраснейшим образом и так в принципе мы сегодня все сделали циклинером прошлись посмотрели что у нас на системе лишние следы наших вирусов обнаружили ну и теперь в принципе у нас все нормально должно работать с чем я всех и поздравляю итак дорогие наши зрители вы сегодня наблюдали как можно восстановить вот этот вот семнадцати дюймовый здоровый хьюлит паккард от большого на нашествия мы его сегодня спасали от большого нашествия это у нас хромакейс срабатывает ничего страшного от большого нашествия вирусов и вирутов я сегодня показал как зайти в в защитный режим по-любому на семерочке наша старая семерочка она у нас удачно зашла в защитный режим мы с помощью кюру и то свеженькой версии вылечили все это дело соответственно надо было очень долго ждать но мы прошли все диски в том числе нашу флешку родную тоже подлечили потому что туда мгновенно садился садился правильный неправильный будем говорить так экзешный файл и так далее после перезагрузки мы проверили с циклинером поставили сюда семантиковский антивирус с фаерволом проверили систему и у нас все хорошо флешечка наша чистенькая мы ее уже проверяли все система работает и так далее ну и вот это вот чудо мы отдаем дальше в эксплуатацию на этом примере вы вместе со мной прошли этап восстановление системы после большого нашествия вирусов и вирутов есть такая зараза на сегодня все всем удачи всего самого хорошего я думаю это у вас получится